Добрый вечер, на ТНВ новости в студии Альбина Солгараева и вот о чем расскажем сегодня. Стихия разгулялась. В общем, дерет железо, дерет страх божий. О последствиях сильнейшего урагана в республике Сергей Хайдаров. Когда вода на вес золота. Горячая вода, вот эта. Эу совсем не бывает. Как в деревне Каргалы знают цену постоянной воды. Альбина Минебаева. Картошка под надзором. Извините, я ругаться с ней буду. Это мой ответ. Какие изменения ждут владельцев садовых участков, узнал слова Кухамадуля. ТНВ расширяет границы. Мы планируем выпускать динамичный, современный и вдохновляющий контент. О чем будет рассказывать первый международный корпункт нашего канала в Казахстане Лина Зинатулина. Сорванные крыши домов, школ, поваленные деревья и самолет, который не мог приземлиться. Таковы последствия урагана в Татарстане. Больше всего от разгула стихии пострадали в Нижнекамском, Лаишевском и Алексеевском районах республики. Десятки сел остались без света. Ждать ли татарстанцев новых сюрпризов от погоды, знает Сергей Хайдаров. Так началось сегодняшнее утро для десятков семей в селе Каипы. Сильный порывистый ветер ночью сносил крыши домов и обрывал электропровода. А гроза освещала улицы словно днем. Такого разгула стихии Татьяна Косарева не припомнит. Страх божий был, страх. Всех трясло, дочка между дверями встала с дочкой, с детьми. И что еще ребенок. И стояли, вот так вот трясло всех нас. Сейчас местные жители вместе с электриками устраняют последствия. Стихии не пожалело. Десять домов в этой деревне и еще шесть в соседней. Ветер разбирал их, как игрушечные. И пока сельчане подсчитывают ущерб, местные власти готовятся им помочь. По 30 тысяч, наверное, материальных помочь пока. И все материалы, наверное. Вот так выглядело небо минувшей ночью в Нижнекамске. Многие местные не спали. На телефоны снимали световое шоу в исполнении грозы. Сдержать эмоции непросто. Ого, шесть. Стихии заставило понервничать и те, кто в небе. Экипаж самолета, выполняющий рейс Москва-Нижнекамск, из-за погодных условий садиться в Бегишево не рискнул. Приняли решение лететь на посадку в Уфу. Непростой эта ночь стала и для электриков. В 22.00 отключились три воздушные линии, питающие 15 населенных пунктов. В связи с тем, что мы были готовы к ухудшению погодных явлений, аварии были устранены в кратчайший срок. Как выяснилось, местные жители тоже не дремали. Я сама пошла и вырубила все с центрального щитка. И потом включала, я включила уже сколько, часа в два ночи, наверное. Работала у нас здесь. К счастью, пострадавших после таких капризов погоды в Нижнекамском районе нет, а делались легким испугом. Я испугалась, первый раз в жизни. А у нас же давно не было этой грозы. Ну, все окна закрыло, коридори закрыло. Ну, было очень страшно. Я снимала, страшно было. Ой, как сверкало, хорошо. Ну, маленькая боялась, а сейчас очень боюсь. Только, Господи, спаси страну и помилуй. А эти ночные кадры нам прислали из Алексеевского района. Здесь видно, как ветер легко валил заборы и сносил крыши. В Алексеевском районе с 20 до 22 часов 3 июля из-за порывистого ветра произошло повреждение кровель четырех жилых домов и надворных построек. Ведутся восстановительные работы. Также по причине попадания крызового разряда 3 июля произошли четыре пожара. Пострадавших нет. Прогнозы метеорологов не утешают. МЧС Татарстана предупреждает жителей республики о том, что завтра в некоторых районах ожидается сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду. А в некоторых местах даже ждут град. Спасатели настоятельно рекомендуют оставаться дома и по возможности не покидать пределы города. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Наталья Лушникова, Марсель Джураев, ТНВ, Татарстан. В 30-ти градусную жару засуха в огородах и домах. Жители деревни Каргали Чистопольского района с апреля как в пустыне. Вода к ним поступает с перебоями. Ее то вовсе нет, то есть, но напор слабый. Все советы объясняют. Сети изношены. Но вот водоканал уверяет. Засуху вызвали вовсе не старые трубы. Правду и воду искала Альбина Менебаева. С тазами и пятилитровыми бутылками Раиса Сатыполдыева с апреля живет в режиме ожидания воды. Во всей деревне Каргали перебои с питьевой. Здесь ночью дежурят, чтобы добыть хотя бы каплю. Ночью немножко набирали хотя бы там ванну-тазом собирали детскую. А на этом деле вообще ничего. Все краны пересохли на вторых этажах. У Дины Минобуддиновой двое мальчиков. О прохладном душе во время жары пришлось забыть. Большая стирка – непозволительная роскошь. Участный ребенок в трусиках ходит. Вот немножко с водичкой помоем в тазике и вешаем на балкон. И все. А остальную одежду все увозим. Жители деревни сейчас этот родник – единственный источник воды. Используют и для питья, и для бытовых нужд. Рассказывают, что здесь уже, как в старину, полощут белье. Когда здесь наладят водопровод, пока неизвестно. Неизвестно. Ремонта нету, потому что слишком много утечков. А делать не приезжают. Трубы старые и все в дырках. Так сами жители села объясняют низкое давление в водопроводе. За решением проблемы идут то в сельсовет, то в водоканал. Они с сельсоветка обращаются в водоканал. Письмо написали мы 3 июля по шарнину Сергею Михайловичу. Это водоканал? Да, водоканал. Администрация села тоже пишет, чтобы пришла вода. И это не первое письмо чистопольскому водоканалу. Добыть питьевую сам сельсовет не в силах. На финансирование этой ремонт работы у нас нет таких средств. Водоканал ведет свои поиски. По их версии, причина засухи в деревне кроется в незаконных подключениях. Одну подобную врезку в основную магистраль сегодня нашли. Мы думаем, куда-то с закачкой идет в какие-то подземные емкости. Потому что по приборам учетом у нас заходит порядка 200 кубических метров. А в чистопольском районе проблему видят в насосе. Говорят, что сейчас устанавливают дополнительный. Экономить и пользоваться водой по графику пока главный совет администрации. В Каргале водоатаки продолжат поступать по старым сетям. Сначала трубы проложат в селах, где вовсе нет коммуникации. Правда, все же пообещали. Отремонтируют еще один насос, чтобы вода пришла в деревню завтра. Альбина Минебаева, Игорь Романов, ТНВ, Чистопольский район. Если у вас есть о чем рассказать, на что пожаловаться, а может наоборот поблагодарить, ждем ваших звонков по телефону 570 50 17. Штраф за посадку собственного картофеля, установка туалетов и санкции за сорняки. Пользователи социальных сетей и мессенджеров активно обсуждают видео, автор которого говорит о новых правилах для дачников. Якобы каждый семенной картофель должен проходить сертификацию. Где правда, а где дезинформация, разбирался Слават Мухаммадуллин. По мнению законодателей, картошка должна высаживаться только та, которая прошла кучу экспертиз на соответствие государственным стандартам. Словно вирус, этот видеоролик набирает популярность в соцсетях. Дачники, жители деревень и владельцы огородов в шоке. Если верить информации из видео, то некие парламентарии предлагают контролировать каждый семенной картофель. Так посадить часть прошлогоднего урожая не получится. Если вы решили иначе, то штраф. Извините, я ругаться сейчас не буду. Это мой ответ. Так отреагировал на ролик садовод Вячеслав Никитцов. Только картофеля у него на огороде 15 грядок. Сорта семян в перемешку. Некоторые из них и не помнят. Сорт галлы, луховский, луговской. Ну, еще какой-то я не помню. В общем, 4 сорта было. Так, там аразон стоит. Вот розовая картошка. Неужели теперь Вячеславу грозит штраф и грядки придется перекапывать? За консультацией мы обратились в Россельхознадзор. За это мы не проверяем. Никаких административных воздействий на это нет, конечно же. Просто есть риск заноса на свои участки карантинных объектов в случае покупки и посадки продовольственного картофеля, как правило, на рынках продают. В основном это ближайшие чувашские картофели. А в Чувашии очень много карантинных зон по картофельной золотистой нематодии. Как раз продавцов и касаются перечисленные на видео правила и штрафы за их нарушения при посадке картофеля. Находиться он должен не ближе 12 метров до любых жилых построек. А вот якобы изменения, касающиеся расположения туалетов и штрафов за сорняки из ролика, действуют уже три года. И ничего нового в них нет. Слова Тухмадуллина, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Не успели автовладельцы отойти от повышения цен на бензин, как новые потрясения. 76% автозаправок страны не доливают топливо. Такие данные своего исследования озвучила сегодня Федерация автовладельцев России. Максимальный недолив – 19%. Так, цена топлива с учетом обмана приблизилась к 55 рублям за литр. Какие заправки проверяли и как не дать себя обмануть? Все 8 лет, сколько за рулем Евгений Морозов ориентируется на бортовой компьютер и следит за счетчиком на заправке. С такими ценами, говорит, каждая капля дорога. Рецепт, как не обмануться, у каждого свой. Заливаете 8 литров и проверяете, проедет ваша машина 100 километров или нет. Если не проедет. И то тяжелый вопрос, потому что какой износ машины, какой старый у тебя двигатель, это не проверишь, я думаю. Смотрю на табло, смотрю 20 литров, значит все замечательное. Как бы я склонна верить людям. Бабки тикают, курок зажат, а бензин не течет. Поводом для проверки стали жалобы Федерацию автовладельцев. Нарушения выявили на 76% выбранных АЗС. Не доливали в среднем 5% оплаченного бензина. Вы якобы покупаете бензин по указанной стоимости 44 рубля 70 копеек. В конечном итоге он у вас получается, с учетом недолива, по 55 рублей 21 копейка. То есть это очень серьезная разница. Конкретные названия заправок, где не доливают топливо, пока не называют. Известно ли, что исследования проводили в 13 регионах страны. Проверили 34 заправки. Среди них АЗС нефтяных компаний, крупные региональные и федеральные сети. А также мелкосетевые и частные АЗС. Последние, к слову, не доливают бензин в 100% случаев. Тайные покупатели наведались в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Ростов, Воронеж, Краснодар. До Татарстана фаровцы не доехали. Но некоторые владельцы АЗС все же удивлены результатом. Погрешность есть на каждой колонке. Хотелось бы пожелать им побольше профессионализма. Класс точности топливо-раздачных колонок 0,25%. 1% это в 4 раза больше уже не долив. То есть, исходя из их исследований, то есть, если более-менее профессиональным языком посмотреть, то не доливает 100% АЗС. Коре зла лежит в том, что у нас на сегодняшний день существует диспоритет между оптовыми ценами и розничными ценами. Та наценка, которая на сегодняшний день существует на заправках, она не то что минимальная. Ее даже не хватает на то, чтобы покрыть расходы, которые существуют на заправках. И понятно, что, ну, глупо было бы отрицать, что такого нет. ФАР направила письмо с результатами исследования в Ростандарт, администрацию президента, топливную энергетическую комиссию. За недолив владельцам АЗС может грозить уголовная ответственность. Но чтобы начать массовую проверку контрольным органам, нужно разрешение прокуратуры. О своем визите они должны предварительно сообщить. Но тогда результаты исследований, говорят общественники, будут уже совсем другими. Анна Городнова, Алина Мусин, Александр Лобанов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Активисты не согласны, организаторы, напротив, считают слушания состоявшимися. В Казанском Кремле сегодня прокомментировали проведение публичных слушаний по мусоросжигательному заводу. Диалога между участниками не получилось, однако все необходимые по закону процедуры прошли, сообщила Лилия Галимова. Единственное, мы с сожалением вынуждены констатировать тот факт, что само обсуждение превратилось в очень нецивилизованные методы, добавила она. Не всегда мы видим заинтересованность какой-то части активистов вообще в глубоком погружении в проблему утилизации твердых бытовых отходов. Предложения, замечания, которые в принципе аккумулировались и через интернет, и через общественную приемную, которая была открыта в Осиновой по следам этого общественного обсуждения. Все эти, должны изучить все эти обращения, и в случае там возможности какие-то обращения, они, насколько я знаю, будут вносить корректиру в этот план. Вот в течение месяца сначала сейчас идет такая процедура, в результате которой сформируется уже окончательный, собственно, проект. Вот тогда уже наступит следующая стадия, когда действительно будет стоять вопрос о проведении международной экологической экспертизы. Участники слушаний по мусоросжигательному заводу направили обращение Владимира Путина и Рустаму Миниханову. Они жалуются на нарушение их прав. Напомним, слушания прошли 28 июня. Авторы письма отмечают несколько нарушений. Это отсутствие в составе комиссии главы Осиновского поселения, не были заданы вопросы залом, не было выступлений участников слушаний. Организатор показал фильм и по ходу его комментировал, утверждают общественники. Сейчас активисты попросили президентов, цитата, принять меры по недопущению фальсификации протокола общественных слушаний. Это новости на ТНВ и далее в программе. Миллиард выполним. Мы сделаем все, чтобы наши отношения укреплялись. Президент Татарстана в деловой поездке в Казахстан. Что решено сделать для увеличения товара оборота между республиками, узнал Рамин Шайдулин. Такое не забывается. Это ужас. Это очень трудно говорить. Сегодня в Высокогорском районе открыли памятник жертвам репрессии. Об этом Филюзаха Медулина. Ответный визит. Сегодня Рустам Иниханов стал ведущим спикером на международном форуме исламской экономики в Казахстане. Посетил Назарбаев университет и встретился с премьер-министром страны. Напомним, три недели назад Казань посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как итог, у республики решили довести товарооборот между Татарстаном и Казахстаном до миллиарда рублей. Айти, наука, инновации. Какие еще для этого есть возможности? Рамиш Айдулин. Так начинается двухдневный визит делегации из Татарстана. Считанные часы до открытия Астана Finance Days, международного форума глобальных финансов. Особый акцент в этом году сделан на исламскую экономику. Рустам Иниханов ведущий спикер пленарной сессии. Казахстан по многим направлениям является лидером. И мы очень много для себя перенимаем и потом воплощаем уже у нас в республике. Традиционные утренние фото из инстаграма Рустама Иниханова – это встреча с премьер-министром Казахстана Бахаджаном Сагентаевым. Встречу принимающая сторона называет началом реализации достигнутых договоренностей. Речь о миллиарде долларов товарооборота между республиками. Именно об этом говорил во время недавнего визита в Казань Нурсултан Назарбаев. Я думаю, что Рустам Нурсултан Назарбаев выполняет достижимую цель. Один миллиард долларов. И мы должны уже в течение буквально срочного периода решить эту задачу. Все наши крупные компании, такие как Татнефть, группа компаний ТАИФ, как КАМАЗ, наша судостроительная группа, значит, все они представлены здесь. И, конечно же, мы нацелены, с одной стороны, на вхождение более активно на казахстанский рынок, но, во-вторых, мы тоже очень делаем серьезную платформу для вхождения инвесторов. Бизнес, наука, инновации. По словам президента Татарстана, в республике готовы сотрудничать по всем направлениям. В частности, по созданию международного финансового центра «Астана», где в будущем будут прорабатываться общие проекты Казахстана, России и Китая. И Центр финансов Евразии от Татарстана будет отделять всего два часа на самолете. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Астана. И сегодня Рустам Мениханов открыл представительство ТНВ. Он станет уже десятым филиалом нашей телерадиокомпании, но первым международным. Просьба открыть корпункт ТНВ, который популярен среди 200 тысяч татар Казахстана, поступали к президенту неоднократно. И вот теперь свежие новости за полчаса и полторы тысячи километров. Знакомство с коллективом и экскурсия по новым помещениям от руководителя ТНВ, Эльшата Аминова. Такого еще не было. Филиал телеканала впервые открывается в другой стране. Представительство нового века расположилось в огромном телецентре «Казмедиа». Через татарские новости и сериалы нам нужно помогать сохранять национальные традиции, говорит президент. Мало того, что здесь живут татары, казахская культура тоже очень близка к нашей. Напомним, создать в Астане корпункт ТНВ в августе прошлого года предложил Рустаму Мениханову, председатель правления конгресса татар и башкир Казахстана Тауфик Каримов. Президент республики поддержал идею. С ТНВ надо будет доработать эту информацию, чтобы представитель ТНВ здесь работал. От идеи до реализации меньше года корпункт в Астане возглавила Аделия Тухбатова, выпускница Башкирского государственного университета, давно живет в Казахстане. Наша самая главная цель – познакомить зрителей телерадиокомпании «Новый век» с жизнью и деятельностью татар, поживающих в республике Казахстан. А также рассказать о деятельности татарской общины Казахстана по сохранению языка, культуры, традиций и обычаи татарского народа. Кроме казахстанского, у ТНВ 9 корпунктов в России. Это Челны и Альметьевск по Татарстану, Екатеринбург, Ижевск, Оренбург, Ульяновск и другие города. На следующей неделе в Государственной Думе запланировано первое чтение нашумевшего законопроекта. Значимые для Татарстана события и решения из Москвы первый сообщает нам собственный корреспондент Дина Газалиева. Столичный филиал работает с 2007 года. Тремя годами младше – корпункт в Тюмени. Их главная цель – освещение жизни татарского народа в регионе, где 70 татарских деревень. Для них приезд в ТНВ – это грандиозное событие. Вся деревня об этом обычно знает, они готовятся. Они потому что смотрят канал ТНВ, у всех практически тарелки стоят. А в Казахстане татар около 200 тысяч. С национальной общиной Рустам Иниханов в очередной раз встретился здесь же, в Казмеде. Речь пошла о развитии татарского сообщества, в том числе, как поможет в этом новый корпункт. Мы планируем выпускать динамичный, современный и вдохновляющий контент. Сюжеты казахстанского корпункта можно будет увидеть в новостях Татарстана, программах «Хаберляр», «Татарлар» и других проектах, а также на ТНВ «Планете». Главная миссия как нового корпункта, так и всего телеканала – татары по всему миру должны чувствовать неразрывную связь со своей исторической родиной и культурой. Лина Зинатульна при участии корпункта в ТНВ «Россия. Казахстан». Его ждали десятки лет. В Высокогорском районе сегодня открыли памятник жертвам репрессии. Инициатор и меценат – местный предприниматель. Напомним, более 50 тысяч татарстанцев были репрессированы и осуждены в 30-е и 50-е годы. Филюза Хамедулина услышала реальные истории потомков тех, кого заклеймили на годы. На открытие приехали десятки людей. Те, кто в годы репрессий потерял своих родных. Эльберт Мабаракшин со слезами на глазах вспоминает свое детство. Его практически не было. В 1937 году семью репрессировали и отправились в Сияжскую тюрьму. По рассказу мамы, как отца увезли в Черный Ворон. И маму, значит, с пятерыми детьми посадили на свою же лошадь и увезли в Сияжскую тюрьму. Таких, как Эльберт Абы, здесь немало. В районе сегодня проживают 21 человек, чьи родные попали под репрессии. Столкнулся с этой страшной правдой жизни и автор проекта. А заодно и меценант Ренат Гебадуллин. Оба его деда получили клеймо «Враги народа». Мысль такая, что деды, наверное, незаслуженно были наказаны. Надо не только моим дедам, всем землякам нашим, высокогорцам, наверное, всей республике, кто был наказан, незаслуженно, без вины, виноватый, поставить какой-то памятный знак. Особые слова благодарности сегодня от тельчан тем, кто воплощал идею памятника в жизнь. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Такие мероприятия, такие памятники, исторические, они делаются для того, чтобы подобное больше не повторялось. Сами высокогорцы говорят, что ждали этого момента долгие годы. И теперь о тех, кто сгинул в лагерях, будет напоминать этот монумент в Парке Победы. На строительство этого памятника ушло ровно 8 месяцев. Круг посередине обозначает землю, где когда-то были в репрессии. Голови символизируют свободу, а две колонны с обеих сторон символизируют стремление человечества к лучшему. Почти 300 призывников Татарстана сегодня отправились служить в ряды вооруженных сил. 9 из них были выбраны для службы в научных и инновационных ротах Минобороны. Они будут заниматься военно-научными исследованиями и введением перспективных военных разработок. Отметим, в вооруженных силах России научные роты появились в 2015 году. Киберпризывники из Татарстана отправятся в Воронеж, Москву и Санкт-Петербург. Санимаются они развитием военно-прикладных научных разработок, новым, все связано с техникой, с вооружением. Ну, уже указывают конкретные специальные задачи там, на местах. В день игры между Бельгией и Бразилией в Казань приедут сразу несколько официальных делегаций. В столице пройдет заседание Межправительственной Российской Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Су-председателями станут министр промышленности России Денис Мантуров и министр иностранных дел Арабских Эмиратов. Промышленный потенциал республики презентует президенту Туркменистана Курбангулы Берды Мухаммедов. Прилетит в Казань 6 июля. Гостью покажут технопарк «Идеи», «Древние Болгары» и «Свияжск». Букмекерские конторы начнут отчислять деньги на развитие детского спорта, а гостиницы теперь обязаны получить единую мировую классификацию. Об этом сегодня во время видеоконференции в пресс-центре чемпионата сообщил председатель комитета Госдумы по физкультуре. По словам Михаила Дегтярева, букмекеры будут отдавать 5% прибыли. Таким образом, детские школы дополнительно могут получить 200 миллионов рублей. Также он рассказал, как наследие чемпионата мира повлияет на развитие спорта в стране. Почти 600 объектов наследия сегодня построено и будет передано и в детско-юношеские школы, и в футбольные профессиональные клубы, и в другие ведомства. И это все будет использоваться для того, чтобы развивать детско-юношеский спорт. Казанские девушки на втором месте среди самых гостеприимных россиянок во время Мундиаля. Иностранные болельщики в соцсетях составили топ городов, жительницы которых чаще всего соглашались с ними на близкие отношения. Лидерами в фанатском рейтинге стали московские девушки, бронзовый представительниц прекрасного пола из Сочи. Проверить достоверность такого рейтинга не представляется возможным, остается лишь предполагать, что зарубежные гости не преувеличивают. Сколько болельщиков, столько и мелодий. В эти минуты в БКЗ идет концерт «Этномикс». Он приурочен к чемпионату мира, и здесь одновременно смешались мотивы множества континентов стран и стилей. Как звучит этот микс, услышал и наш коллега Рамиль Шайдуллин. Рамиль, как музыку принимает публика? Добрый вечер, Альбина. Ярко, этно и спортивно, наверное, это три самых подходящих слова, которыми можно охарактеризовать сегодняшний концерт «Этномикс». Хотя вечера такого формата симбиоза направлений и музыки разных народов здесь ставили и в прошлые годы, но музыкальный кроссовер этого года, конечно, особенный, хотя бы потому, что он посвящен чемпионату мира по футболу. Это не значит, что на сцене будут футбольные мячи или какая-то другая футбольная атрибутика. О мундиале и общем настроении спортивного праздника скорее расскажут песни. В Казани и в России это такое, знаете, мировое золотое сечение, когда мы нашли вот ту точку соприкосновения, и музыканты отозвались на спортивную идею, ну, как никогда талантливо, на мой взгляд. Да, как мы и говорили, такие этномиксы здесь проходили и раньше, а значит и артисты уже знакомы зрителю, но в этом году здесь пошли на то, чтобы отказаться от хедлайнеров или приглашенных звезд, что значит, что большая нагрузка ляжет именно на постоянных артистов. А это государственный камерный хор Татарстана и оркестр народных инструментов Казанура. Через призму их мастерства сегодня здесь в БКЗ звучат американские, европейские, татарские, русские, армянские и многие другие национальные мотивы. На этом у меня все. Альбина? Спасибо, Рамиль. Я напоминаю, это был Рамиль Шайдулин. Сейчас он работает в БКЗ на фестивале «Этномикс». И такой была картина этого дня. Впереди еще прогноз погоды. Мы же с вами увидимся в 21.30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузлер. Уважаемые абитуриенты. Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля японский датсун Ондо всего за 359 тысяч рублей. Четыре пятерки, три семерки. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Дождливый атмосферный фронт принес в республику новые порции осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидаются дожди. Температура воздуха составит плюс 27 градусов. На северо-востоке республики облачно, временами дождь плюс 26. На севере Татарстана пройдет дождь. Там температура воздуха составит плюс 27 градусов. На северо-западе будет прохладнее. Ожидаются дожди. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. На юго-западе республики тоже не обойдется без осадков. Плюс 24. В центре Татарстана облачно, дождь и плюс 25. В последующие сутки в республике будет малооблачно и без осадков. Росбанк группа СССР «Женераль» – российский банк международного уровня. Пакет премиальной Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Сидячая работа, спортивные травмы, поднятие тяжестей – все это может привести к проблемам с позвоночником, а затем и к более серьезным последствиям, например, операциям. Но скальпель хирурга – не единственное решение. Новейшее оборудование в медцентре «Доктор Ост» способствует избавлению от боли без хирургического вмешательства. Умные роботы могут помочь справиться с протрузиями, грыжами и остеохондрозом. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на «Ямашево-11». Не терпите боль. Вернуться в полноценной жизни – это просто. В Казани в предстающие сутки ожидается облачная погода. Пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. Ветер южный – слабый. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 67%. Магнитное поле Земли – спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.